И победим! День спортивного журналиста. Вот вам повод, чтобы увидеть сразу полсотни алтайских корреспондентов на Гребном канале. Шесть команд соревновались за плов и медовик, поэтому к делу подошли серьезно. Коллеги из Алтопресса тоже. Она все сказала за нас. В общем, мы отдуваемся за нашего спортивного журналиста, который уехал в командировку к своим коровам. Как часто гребете? Первый раз в жизни. Печатники и радийщики сибирской медиагруппы команду назвали «Бешеные огурцы». Тактику ребята утвердили на берегу, плыть задумали технично. Огурцы летят вперед, нас победа точно ждет! Водка и лодка совместимы, главное с огурцами дружить! Вот так телеканал «Толк» попал в лодку сборных журналистов. Талисман команды «Собака Чуня» оказалась самым опытным пловцом. Плавает она лучше, чем я. Если кто-то упадет за пределы лодки, она будет вытаскивать, спасать. Собака-спасатель она. Все, мы не боимся ничего. Мы в безопасности. Вторая древнейшая станет первнейшей! После первого тура главным претендентом на победу стал ЦУР. Следом плыли еще три команды. В финал прошли драконы и водка. Раз, два, три. Ну что, первый заплыв за нами. Мы не отдыхаем и разминаемся сразу к победе на второй заплыв. Обратно. Финал оказался нецензурным. После трехсот метров бобры начали отставать, а водка повышать градус накала. Оттого сборная журналистов изобрала золото. Проплыв полкилометра за три с половиной минуты. Это было нелегко, потому что у журналистов действительно тысяча дел. Они работают в субботу, в воскресенье, вечером. И собрать так много людей, а сегодня здесь, наверное, около 60 участников, было неимоверно сложно. Но я очень рад, что все приехали. Итоги подведены. Мы выиграли, да, сибирская медиагруппа проиграла, но толк смог забрать первое место. В команде сборной журналистов никто и никогда не плавал с веслом в лодке. Но это не помешало корреспондентам. Барнула-22, нашего города, Алтайска, правда, а еще фотокорреспонденту, политтехнологу. И не только. Взять первое место. Так что известная фраза, как ты лодку назовешь, так она и поплывет, уже не актуальна. Анастасия Наборчикова, Алексей Физин. День с толком. Спасибо.